С первого места выходим из группы в весну. Ждем жеребьевки. Это раз. Ну и самое важное, казалось бы, конец сезона. Я боялся определенной недооценки, потому что, в принципе, ничем нас устраивало. Но игроки молодцы, провели, во-первых, выдержку большую, потому что нам в первом тайме было очень тяжело, и команда «Звина» хорошо прессинговала, оказывала большое давление, мы не могли за мяч зацепиться, то второй тайм у нас было преимущество. Хотел спросить вот о чем. Насколько важно вообще вам и команде выйти именно с первого места, учитывая, какое мощное представительство у турнира будет 1-16? Спасибо. Ну, вы же ответили на этот вопрос с очень мощным представительством. И на первом этапе, конечно, хотелось бы нормально, чтобы был жеребий. Хотя нужно зависеть в большей степени от себя все-таки, чем надеяться на какую-то удачу и в зне. — Такой вопрос. Вы сказали, что не получалось у команды цепляться занять в первом тайме. Интересно, на что он собирался сделать ставку «Локомотив» в первом тайме? Потому что, действительно, как показалось, было много запросов на не самых высокорослых «Фарфан» и «Верничков». И от этого мало чего получалось. И второй вопрос. Что вы сказали команде «Враздевалки», чтобы как-то иметь игру? Спасибо. — Ну, не получалось не потому, что мы не хотели, а потому что нам не давали получиться. Команда «Злина», я еще раз хочу сказать, они очень активны были. Они на каждом участке поля компактны были. Они много прессинговали. Было давление изначально, мы не могли мяч получить. Но второй тайм побольше стало простору. И это все привело к положительному результату. — Какую команду хотите плей-оу? Посильнее против «Наполя» или проще? — Хотим посильнее. А разве там слабые могут быть? — Могут быть посильнее, а могут быть чуть-чуть послабше. — Про жребий бессмысленно говорить, поэтому он называется жребием. Какой будет, такой будет. — Юрий Павлович Победов, кажется, что плохие первые таймы «Логмотива» становятся традицией. Согласны ли вы с этим? И если согласны, то почему? — Я с этим не согласен, потому что первый тайм, наоборот, со «Злиным» был в Москве очень хорошим. Но еще раз хочу сказать, что мы не только мы диктуем свои условия на футбольном поле, но и противоположная команда. Противоположная команда тоже строит свои планы и свои идеи. Поэтому в первом тайме, я думаю, наверное, это все сложнее сделать, потому что, во-первых, все игроки более свежие, они в хорошем функциональном состоянии. То второй тайм всегда появляется больше простора, как закономерно, больше простора на футбольном поле. Но вот этот простор, который мы используем, неплохо. То, что вот эту компактность, которая в первом тайме, мы работаем, тренируемся, она для нас сейчас сложна. — Юрий Павлович, еще один вопрос. Ходят слухи, что вы в перерыве очень эмоционально разговариваете с игроками. — Не всегда не так. Не всегда. Эмоционально разговариваем тогда, когда нужно, а когда не нужно, наоборот, успокаиваем. Эмоции в сегодняшнем матче, в перерыве, они не нужны были. У игроков они и так были. — Юрий Павлович, а сегодня на матче было 800 с лишним наших болельщиков. Это считается рекордом в яброкупливых выездах. Насколько это помогло команде? Было ли слышно, смотрели? Ну, просто по-русски. — Конечно, помогло. Во-первых, это практически весь сектор, который нам положен был, который выделили, он был полный. Честно говоря, мы удивились, и я думаю, ребята их отблагодарили. Вот то, когда они на футбольном поле вышли и увидели наших всех ребят, которые приехали, я думаю, это уровень ответственности у них поднялся. — Тогда я вас тоже с победой. Вопрос такой. Первое место в чемпионате и первое место в группе Лиги Европы. То есть, где вот мотив первый? У вас в Карелии когда последний был такой успешный сезон? Спомнится? — Ну, почему у меня бывают такие сезоны? Не часто, но бывают. В Киевском «Динамо» недавно это было, наверное, какой-то 13-й год. Тоже такая же история была. Приятная история. Но это недавно. Некоторые вообще за всю свою жизнь не доходят до этого. Хотелось бы закончить на такой же ноте в мае, а сейчас это все просто. Промежуточная какая-то работа. Сегодня она хорошая. Основное все это май месяц. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok